Ираиде Валерьяновне 85 лет и 41-й, впрочем, как и все суровые фронтовые годы, забыть не может до сих пор. Помнит страшные авианалеты на родной Орел, как сутками фашисты бомбили город, как после этих страшных часов и дней родные ей люди теряли своих близких. Был такой один раз налет с четырех часов дня, всю ночь и до утра. Вот тогда у меня две подруги матери так и остались там, эти к Маше, в одной воде, в одной воде и тушу. В те далекие годы ей было 17 лет, когда она попала на фронт, работала в Ивако-госпитале. Тогда, говорит Ираида Валерьяновна, все люди по-настоящему были сплочены, стали родными друг другу. Может быть, именно духовное единение и помогло выстоять против чудовищной немецко-фашистской машины захватчиков. В Орле Ираида Заболоцкая родилась, работала, воспитала детей, внуков. Теперь семь правнуков навещают бабушку. А еще с поздравлениями, подарками и постоянной помощью ее навещают молодые коллеги из межрегионального БТИ. В эту организацию она пришла в конце 50-х и проработала там 30 лет. Вот и перед светлым праздником Победы руководство Государственного унитарного предприятия области, Межрегиональное бюро технической инвентаризации приехало с подарками и материальной помощью. Тоже вам принесли небольшой подарок, витаминчики. Кроме того, в компании учредили специальную акцию для всех пожилых людей области. Без приятных подарков не останется никто. Руководство межрегионального БТИ выступило с инициативой о проведении широкомасштабной акции по территории всей Орловской области. Суть акции заключается в следующем. На все виды нашей деятельности ветеранам, блокадникам, детям войны предоставляются скидки на обычные виды работ 15%. На срочные виды работ компания предоставляет всем указанным категориям населения скидки 50%. Мы считаем, что со своей стороны мы тоже хоть маленький, но подарок ветеранам сделаем. Елена Сусоева и Денис Еременко для программы Оперативный эфир.